Заболеваемость УРВИ и коронавирусом продолжает расти. В связи с этим региональная власть продлила действия ограничительных мер до 1 декабря. Измения в соответствующий указ губернатора уже подписан. Сохраняется масочно-перчаточный режим. Обязательно ношение маски в общественном транспорте. Если пассажир отказывается надевать средства защиты, водитель вправе отказать ему в поездке. Аналогичное правило действует и в магазинах. Маску рекомендуется носить и школьникам. Надевать ее следует в рекреациях, актовом зале, библиотеке. Также до начала зимы программы дополнительного образования будут вестись в дистанционном формате. Правило не распространяется лишь на занятия индивидуальные или в группе до 8 человек. Могут выйти и исключить возможное инфицирование. Я думаю, что мы с масками отчасти решим. Ограничения ждут и объекты общепита. Так, ресторанам, барам и кафе запрещена работа в ночные часы с 10 вечера до 7 утра. Исключение учреждения, работающие на доставку или на вынос. Многие предприятия, они зафиксированы как объекты общественного питания, но фактически работают в режиме ночных клубов. Я напомню, что ночные клубы, дискотеки у нас с самого начала были запрещены. Так же, как, допустим, курение кальянов. Продолжится дезинфекция общественных пространств, транспорта, многоквартирных домов. В областном Минздраве организуют работу многоканальных телефонов. Также у ульяновцев появится возможность направить заявку на вызов врача через интернет. Надо, так сказать, чтобы у нас уже обратная связь сайтов, ВУЗ работала там с людьми. Значит, это должно быть отработать. Также будет создан Центр психологической помощи для ульяновцев, находящихся на изоляции. Продолжат работу и волонтеры. Добровольцы будут помогать пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и заболевшим. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова